Здравствуйте, меня зовут Любовь. И если вдруг ваш врач сказал, что вам нужно углубление преддверия полости рта, а вам интересно, как это происходит у других и почему вообще вы до такой жизни дошли, то, пожалуйста, вот вам моя история. Начнем с того, что где-то после 20 лет я стала испытывать странные ощущения в области мягких тканей нижней челюсти. Мне было тяжело разговаривать. Это была даже не боль, это было некоторое нытье и зуд. Я его ощущала постоянно, но усиливалось это к вечеру. Я просыпалась, и как только я открывала рот для того, чтобы что-то сказать, для того, чтобы принять еду, вдруг я понимала, что мне совсем как-то неприятно и неудобно, ни петь, ни лаять не хочется. И чем ближе к вечеру, тем сильнее было это ощущение, и зуд уже свербил, понимаете, по всей голове. Очень неприятно было засыпать вот в таком вот состоянии. Ну, сколько-то я терпела, конечно, думала, само пройдет. Нет, ничего само не прошло, и после этого я пошла к врачу. Врач осмотрел меня и сказал, очень странно, я не понимаю, в чем дело. Это был обычный врач-терапевт. Я говорю, ну как же вы не понимаете? Вот смотрите, у меня здесь что-то темное на нижних фронтальных резцах. Что это может быть? Это кариес? А я тогда, ну, не могла толком отличить кариес от просто налета. Он сказал, нет, это не кариес, это просто налет, здесь поможет гигиеническая чистка. Но я вам сейчас ничего чистить не буду, раз вы говорите, что вам неприятно и десна раздражена. А вообще сказал, вы плохо очень чистите зубы дома. Это было правда, да, я их чистила плохо, я их чистила неправильно. Но не об этом. Сказал, купите ирригатор, поменяйте зубную пасту, посмотрим, что будет дальше. В общем, ничем он мне толком не помог. Единственное, чем он мне помог, он сказал, я не буду вам сверлить здоровые зубы, потому что кариеса там нет, мы сделали тут же в клинике ортопантомограммный снимок. Кариеса он не увидел, и спасибо ему на том, что он здоровые зубы не стал рассверливать. Прекрасно, я ушла. Да, я купила себе другую зубную пасту. И так совпало, что она действительно помогла. То ли она помогла, то ли я стала меньше говорить. Ощущение это неприятное прошло. Я не знаю, с чем это было связано, не знала тогда. И все, на несколько месяцев или, может быть, на примерно год я успокоилась. А потом я начала свое ортодонтическое лечение. И вот в процессе ортодонтического лечения, когда, видимо, мои нижние зубы стали двигаться и выстраиваться по зубной дуге, и вообще во рту было очень много изменений, я вдруг ощутила, что я чувствую снова это странное, неприятное состояние у меня появилось. Я снова почувствовала зуд, нытье, боль, все так же, ближе к вечеру хуже, с утра еще ничего, говорить не хочется, ты начинаешь срываться на близких, потому что больно и неприятно, потому что ты толком себя и выразить не можешь. В общем, я пришла в отчаяние, потому что я помнила, что первый-то врач, к которому я с этим обратилась, не смог мне помочь и ничего мне сказать не смог. А у меня тогда уже был иррикатор. Моя гигиена куда стала более тщательной, чем она была до ортодонтического лечения. Но, тем не менее, вот опять меня настигло это напасть. Да что такое-то, ё-моё, подумала я. И вот я прихожу на очередной прием к своему ортодонту и говорю ему, слушайте, вот какая-то ерунда, я не знаю, почему так болит, что это может быть? Что он сделал? Он оттянул мне переднюю губу, сказал, подвигайте челюстью, попробуйте что-нибудь сказать. А у него еще стенка тогда была рядом, и он ей говорит, вот видите? Это, говорит, называется неглубокое преддверие полости рта. А видите, какие у нее уздечки сильные? А у меня не одна там была уздечка, которая прикрепляла вот десну к губе. У меня их там было несколько, и они были мощные, толстые. А еще у меня было неглубокое преддверие. Ну, я сказала, видите, вот с такой проблемой люди с глубоким прикусом сталкиваются практически в 80% случаев. Ну, мы опустим, почему же врач не увидел этого самого начала? Почему он мне не сказал об этом с самого начала? Ну, вроде бы, как бы я на это тогда не жаловалась, потому что тогда почему-то не болела. Но, слава богу, что когда я пришла и сказала, болит, он посмотрел и ответил мне, в чем, собственно, проблема-то? Что мне? Что я зря в это время мучилась, и можно было решить проблему куда быстрее? И он говорит, ну что, вам, скорее всего, это зависит от того, что парадонтолог скажет, хирург, парадонтолог и хирург вместе или просто хирург, либо говорит, вам просто уздечки подрежут, либо вам придется углублять преддверие. Что это вообще такое преддверие? Грубо говоря, это расстояние между мышцами передней губы и десной, которое ничем не занято, это вот пустое расстояние. И у меня эта верхняя губа к десне и нижних зубов была прикреплена очень плотно, очень-очень близко. После операции у меня там, грубо говоря, гораздо больше палец туда вот проходит между передними зубами и нижней губой, чем раньше, потому что мне это место углубили. Чем это опасно? Это опасно тем, что вот как раз при разговоре, при переживывании пищи, это неглубокое прикрепление, эти уздечки стягивают десну с нижних зубов, стягивают, стягивают и стягивают. И действительно, если посмотреться в зеркало, я видела тогда, что у меня начинается оголение шеек зубов, передних и нижних резцов. И меня это очень пугало, я не понимала, почему. Но я вообще очень человек пугливый, в общем, я старалась туда смотреть-то поменьше и особо не расстраиваться. Но смотри, не смотри, а ситуация стала ухудшаться, именно поэтому я стала испытывать боль, потому что слизистая была фактически постоянно раздражена, она не справлялась с нагрузкой, нижняя губа все время стягивала при помощи вот этого неглубокого прикрепления и еще кучи уздечек толстых, которые у меня там были. При разговоре у меня это все стягивалось, напрягалось, десна воспалялась, потому что она испытывала нагрузку, которую она не должна испытывать. И, к сожалению, это частая патология людей с глубоким прикусом, который у меня был. И что надо делать? Надо делать операцию либо уздечки, если вам повезло, и делать только в уздечках, либо прям вот углублять это преддверие. И врач сказал, ну что вы так переживаете? Вы ведь уже пережили удаление нижних восьмерок. Это самое тяжелое, что вообще может быть в ортодонтическом лечении. Я вас поздравляю, это несложная операция, пройдет она быстро, все будет нормально. Ну, вы знаете, это было неприятно и больно. И, наверное, если поставить на весы удаление нижней ретинированной восьмерки вот эту историю, то я даже не могу выбрать, что было хуже. Но так как последнее, с чем я столкнулась, это было преддверие, то я, наверное, сейчас назову, что преддверие все-таки было хуже этой нижней восьмерки. Потому что послеоперационный период как-то тяжело для меня прошло. Ну, что было дальше? Дальше я прихожу на консультацию к хирургу. Хирург говорит, да, надо. И я бы говорит, конечно, уздечки-то ваши тоже, но, к сожалению, придется еще и углублять преддверие. Я тогда перед операцией не хотела себя страшилками пугать. Но если вы наберете углубление преддверия полустирта, вы найдете на ютубе кучу видео с операциями, с записями этих операций. Вы найдете кучу статей в интернете. Ну, что они делают? Они отслаивают мышцы, они разрезают десну. И как я поняла, видов этих операций несколько в моем случае путем вторичного натяжения. Это вот углубленное, разрезанное, не десну, или десну они тоже разрезают. В общем, они делают так, что расстояние увеличивается вниз. Вот это вот расстояние вниз между передней губой. И зубами увеличивается. И при разговоре вы больше не дергаете при помощи уздечек или при помощи низкого прикрепления вот этой нижней губы, вы не дергаете абсолютно десну на нижних зубах. Вот такое вот он мне и сделал. Перед операцией я очень переживала, мне было страшно. Мне перед каждой такой хирургической операцией, касающейся, ну, перед любой вообще, ну, вот эти вот в ротовой полости, я очень переживала всегда. И здесь я помню свое абсолютно унылое состояние, как я поела, надо было хорошо поесть, конечно. Потому что если ты не поешь, то ты тяжелее эту операцию перенесешь или вообще в обморок можешь грохнуться. Вот я поевшая, ужасно боящаяся всего, что сейчас будет происходить, пришла к доктору. Мне нанесли анестезию. Сначала мне помазали анестезирующим гелем вместо укола, а потом мне вкололи анестезию. Когда был укол, мне казалось, что колет мне вот прямо в зуб, прямо в зуб. Анестезия подействовала, я откинулась и стала ждать. Я, конечно, не видела, что мне делать. Я даже от страха закрыла глаза. И мне казалось, что это длилось очень долго. Я точно не знаю, но я думаю, где-то от 20 до 40 минут это все происходило. Я чувствовала запах крови. Я слышала шум слюноотсоса. Я слышала, как мне кровь там отсасывают. Еще был какой-то специфический запах. То ли перчаток доктора, может быть, они были в чем-то и они пахли. То ли это было какое-то средство, одно из средств, которое они используют. В общем, это был какой-то очень специфический медицинский запах. И я уже терпеть его не могу. Мне кажется, так пахнут перчатки в той клинике. Так у врачей пахли перчатки. И вот я сижу, и доктор мне говорит, смотрите на меня, не закрывайте глаза. Как вы себя чувствуете, смотрите на меня. И я открываю глаза, и смотрю на него, что-то там угукаю. Ну, он проверял, просто не потерял или осознание, естественно. Мало ли, как себя люди могут повести. Когда все наконец-то закончилось, он наложил мне швы. Я не знаю, как это выглядело, потому что после операции я не смотрела туда очень долго. До момента, пока я в очередной раз не пришла к хирургу, и он мне сказал, у вас все зажило. Углубили мне, значит, это мое преддверье. Положили мне повязки. Те, это были нерассасывающиеся швы, которые должны были держать... Вот я не знаю, что они там держали. Видимо, десну или... Они были на фронтальных зубах внизу. Вот там вот, где вот это вот все углубилось ниже, вот там были эти швы. Они, видимо, держали кусочки слизистой, чтобы она приросла обратно. И через неделю у меня был осмотр. Но дело осложнялось все тем, что через неделю и один день мне надо было улетать в другую страну. Эта поездка была запланирована. Она была запланирована гораздо раньше, чем ортодонт, мой дорогой, мне сказал, что мне нужно углублять преддверие. Поэтому я пришла на осмотр и улетела. На осмотр мне сказали, что все в порядке, но единственное, что было, доктор говорит, господи, чужие зубы-то не чистили совсем. Что у вас там, налет или что? Это что, налет, сказал он своей ассистентке? Да, это был налет, потому что я просто боялась лезть туда зубной щеткой. Рекомендации, медикаменты, которые вы принимаете до и после операции, они, в общем-то, стандартные, разнятся от предпочтений хирурга и от вашего состояния. Мне был выписан антибиотик на один день, антигистаминное средство, естественно, обезболивающее и не чистить зубы в день операции, то есть после операции вечером зубы не чистить и полоскать полость рта антисептическим средством. Это были хлоргексидин или мирамистин, причем нельзя было, знаете, вот это движение делать, когда вы вот так вот двигаете и ураган во рту устраиваете. Ни в коем случае. Можно было просто набрать вот этот мирамистин в рот, поддержать и очень-очень легко не сплюнуть, не делать этого движения, а просто буквально вот открыть рот, и чтобы он у вас стек сам, потому что иначе вы могли бы вот этими своими активными ураганными движениями повредить заживляющуюся ткань. Вот мне выписали этот список, я уехала, и очень долго в пробке мы ехали по МКАДу, мне еще дали подушку ледяную, которую я держала. Держала я ее, держала, пока мы ехали по МКАДу, весь этот лед растаял. Я помню, когда я вышла и держала эту подушку, я была так счастлива, что все закончилось наконец-то, что я прямо эту подушку от себя вот убрала и говорила, что я похожа на идиотку с этой подушкой, но вы знаете, эти девочкины дела. В общем, пока лед не растаял, мы едем по МКАДу, потом лед растаивает, пробка не кончается, еще начинает заканчиваться местная анестезия, и вот тут началась боль, это было очень больно. У меня не было с собой таблетки, никакой обезболивающей, когда мы наконец-то приехали домой, мой близкий человек, пытаясь меня поддержать, обнимает меня, и чего-то там улыбается, и пытается со мной все сюкать, а я стою, у меня от боли катится слеза по щеке, и я отстраняю этого человека, своего близкого, и говорю, не надо, дай мне таблетку, очень больно, очень больно, очень больно. Я закинулась кучей таблеток, мне кажется, в тот вечер я ничего не ела, может быть это было какое-то очередное пюре или каша, ну вы понимаете, ортодонтическое лечение, каша-пюре, ну еще одна каша-пюре, ну какая уже разница, очередное пюре и каша может быть, и вот на утро я проснулась, у меня был сильный отек, у меня никогда не было синяков после этой операции, никогда, один раз не было синяков, но отек у меня был очень сильный, и он нарастал первые три дня. Через три дня у меня было другое лицо. Я помню, в первый день после операции, если вы там собрались идти на работу, в школу, не надо никуда ходить, не сможете, скорее всего, может быть, я так тяжело это все переносила, мне было очень сложно, я никуда не пошла, я помню, как я забилась в кровать, взяла с собой ноутбук, взяла с собой книжку, в книжке у меня там был главный герой, которого звали Андрей, и я повторяла про себя, Андрей, 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 потому что я хотелось укунуться в какой-то мир привычных вещей, забыть это все, и забыться в этом мире, я стала читать за поем Андрея, параллельно я включила себе какой-то документальный фильм на Ютьюбе, в общем, таким образом, вот я спасалась. Уже было не так больно, боль, в общем-то, прошла, но просто это все было неприятно, было страшно чистить зубы, было страшно на себя смотреть, плюс у меня был отек, да, и у меня пропала чувствительность вот здесь вот на подбородке, она пропала, потому что там ведь речь не только о слизистой, речь еще о мышцах, которые вот это вот и прикрепляют, прилепляют вашу губу к десне, к этой нижней, и вот эти мышцы их тоже отслоили, и, соответственно, конечно, в чувствительности пострадала. Вот здесь вот я не чувствовала подбородок. Ну, я могла на него нажать, и очень далекий был какой-то сигнал от этого нажатия, очень далекое ощущение на коже, совсем не так, как вот до или сейчас, хотя я могу сказать, что, наверное, до сих пор некоторое не менее осталось, но некритичное я его практически не замечаю, может быть, его уже и нет. И вот второй, первый день, уже более-менее я себя чувствую, я только боюсь чистить зубы. Я их чищу внизу, по бокам, я их чищу вверху полностью, но внизу мне просто страшно туда лезть, я делаю эти ванночки с мирами стенам, принимаю антигистамины, от которых постоянно хочется спать. Через неделю я уже, в общем-то, бодрячком, я прихожу на прием, хирург говорит, господи, что это за налет, надо же зубы чистить, я говорю, я боялась, они мне протерли это все ваткой, счистили налет, и я улетела на неделю, и через неделю я опять вернулась. Очень я оберегала полость рта, мне было сказано это делать, ни горячее, ни холодное в первые несколько дней. И потом я помню в этой поездке селедка была, горячая селедка на бутерброде, уличная еда. И все ее ели так радостно, и была женщина одна, которая говорила, ну давайте, вы попробуйте, вы тоже попробуйте. Я говорю, нет, я не могу. Ну как же, все же пробуют, вы попробуйте. В общем, она меня так достала, это такая была нетактичная история с ее стороны, что я ей сказала, слушайте, у меня была операция, отстаньте от меня, пожалуйста. В общем, она отстала. Я попробовала какой-то очень маленький кусочек, было вкусно, но она была горячая, кусать я, соответственно, не могла и боялась. В течение этой недели я аккуратненько ватной палочкой, смоченной хлоргексидином, протирала вот эти вот свои нижние зубы, не лезла туда ни в коем случае щеткой. И то протирала, то в общем-то не снизу, то вверху, а так вот, ну там, где мне казалось это безопасно. Я даже в зеркало боялась смотреть. В общем, не делайте так, смотрите в зеркало, нормально протирайте там этой ватной палочкой, и вообще, не будьте такими пугливыми дурачками, как я была. Я была очень пугливым дурачком. Но тем не менее, заживление шло хорошо. И вот я прихожу через две недели на снятие швов. Что-то я думала, что все будет гораздо проще. Это были какие-то специальные швы. Это не были саморассасывающимися швы, эти не были. И доктор стал тянуть. А так как уже прошло две недели, они, собственно, начинают вырастать в ткань. И он начинает тянуть. У меня слезы градом, потому что это больно. Это было самое неприятное. Вот эти вот брекеты, натирание дугой, это все неприятно. Но вот это, это было вообще по-живому. Вот так вот он начал их тянуть. Я заплакала, я говорю, мне больно. Он говорит, ну хорошо, давайте я вам этим гелем обезболиваю. Я обезболиваючем помажу. Он добрый, нормальный доктор. Не коновал никакой. Он мажет мне обезболивающим гелем, который действует там 2-3 минуты. Вроде более-менее. И он говорит, если совсем больно, давайте я вам обезболивающий укол, анестезию вколю. Я не знаю, почему я отказалась. Потому что у меня эта анестезия опять ассоциировалась со всем этим ужасом. Я сказала, нет, давайте гель. Я решила поиграть в героя. И он мне мажет гелем, вытаскивает одну нить, один шов, мажет гелем, вытаскивает. Мажет, вытаскивает. В общем, наверное, он там на меня весь тюбик и потратил. Крови не было, ничего не кровило, нет. Он сказал, что все у вас хорошо, все прекрасно. И таким образом вся эта моя операция кончилась. Через несколько недель я заметила, что у меня действительно поднялась десна. Десна, которая все время стягивалась уздечками и слишком близко прикрепленная нижней губой при разговоре. Она поднялась, она наросла на зуб. Я прямо, знаете, помню, вот сейчас будет неприятная подробность, когда у меня на одной из передних, на одном из передних зубов, кажется, эта двойка была слева, была десна, потом была дырочка, я видела зуб, а потом опять десна. Вот до такого состояния. В общем, эта дырочка заросла и вообще десна поднялась. У меня есть рубцы. Сейчас я их практически уже не ощущаю языком, но рубцы эти пыли, они сами как-то сгладились со временем. У меня снова наросла уздечка, но она гораздо ниже, она тоньше. И вот их там было очень много, их, наверное, было 6 или 7 уздечек. Вот сейчас есть одна центральная уздечка и две, две по бокам поменьше, но они совсем уже практически, ну, они не наносят такого вреда, как наносили, они уже у меня безвредные, эти уздечки. Но что характерно, отек этот у меня сходил, наверное, полгода. И вот в этой поездке, я помню свои фотографии, это было чужое лицо. У меня был такой широкий квадратный подбородок, не узкий, как сейчас, не треугольный, а прямо квадратный. Меня это не портило, но это было лицо другого человека. И только, наверное, через полгода полностью спал этот отек. Вот говорят эти женщины, которые делают пластические операции, что им врачи рассказывают, через полгода вы только можете точно увидеть свой результат. Вот только через полгода у меня спал этот отек. А чувствительность восстановилась, наверное, это очень медленно и постепенно, плавно происходит. Но, наверное, через несколько месяцев тоже, наверное, вот как раз через полгода я стала хорошо ощущать вот эту свою часть подбородка. Прошло ли это неприятное, странное, зудящее, дурацкое ощущение, да, оно прошло, оно ко мне практически больше никогда не возвращалось. Единственный раз, когда оно ко мне возвращалось, это тогда, когда мне не до конца счистили композит после снятия брекетов. И вот, когда мы его мне счистили, ну, это опять было просто связано с тем, что была травмирована десна. Вот это ощущение происходит из-за травмированной десны. И да, у меня вот больше это ощущение никогда не появлялось. У меня ничего не наросло обратно, остались только эти уздечки, которые безвредные. Я очень благодарна своему ортодонту за то, что он хотя бы вот тогда, где-то в середине моего лечения сказал, в чем моя проблема, и сказал, как это можно решить. И это решилось, это действительно решилось, чему я очень-очень была рада. Потому что мне казалось, что это какая-то безвыходная ситуация. А выход был. И мне очень жаль, что терапевты, к которым я обращалась до, так и не смогли понять, в чем дело. Ни мой первый ортодонт, когда мне там 8-10 лет было, ничего про это не сказал. Ни другие терапевты, ни другие гигиенисты об этом ничего не сказали. Хотя это, в общем-то, очевидная, стандартная ситуация. Я очень благодарна ортодонту своему, что он это увидел и помог мне эту проблему решить. Знаете, что я вам хочу сказать? Да, это будет больно, это будет неприятно. Но вы таким образом спасете свой парадонт, вы спасете свою костную ткань, вы спасете шейки своих зубов от оголения. И это поможет вам избавиться от неприятных ощущений, если они у вас есть. Потому что, если их нет, то, скорее всего, они скоро появятся. Подойдите к зеркалу, посмотрите, как у вас прикреплена эта нижняя губа к нижней челюсти. Достаточно ли там места? И если нет, то идите на консультацию к парадонтологу, к ортодонту, к терапевту. Может быть, вам тоже показана эта операция, и она вас избавит от многих проблем в будущем. Всего вам хорошего, здоровых вам зубов, красивой улыбки. Я надеюсь, я вам была полезна. Если это вам было полезно, пожалуйста, поставьте мне лайк, ну что вам стоит. А если у вас есть вопросы, то задавайте вопросы, я на них с удовольствием отвечу. До свидания.